Продолжение следует... 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 Ведутся несколько исследований, все исследования одобрены этическим комитетом. Как можно посмотреть, какая микробиота? Конечно же, культуральные методы, количественные методы ПЦР, секвенирование, исследование метаболома. Дизайн нашего исследования выглядит таким образом. Трансплантация костного мозга, возникает энтеропатия, при подтверждении РТПХ проводится традиционная терапия. И одна группа получает трансплантацию фекальной микробиоты, 19 пациентов, и 8 пациентов получают плацебо. Это точки исследования до 120 дня после ТФМ мы вели пациентов и исследовали характеристики пациентов. И уже можно почитать будет через месяц, наверное, в журнале «Терапевтический архив» выйдут результаты этих исследований. Что можно сказать по клиническим ответам и времени возникновения ответа? В группе ТФМ полный ответ возник у 16 пациентов, 84%, в группе плацебо – 63%, в группе ТФМ частичный ответ – 95% и 63% в группе плацебо. Кроме того, если посмотреть по кумулятивной частоте полного ответа и по оценке времени достижения, все клинические ответы после трансплантации фекальной микробиоты возникали по времени раньше. То же самое. Вот это ответы по РТПХ. Ответ по РТПХ – это стул менее 500 мл, нет боли, нет пореза, нет крови. Мы немножко ужесточили критерии, еще ввели и бристольскую шкалу, шкалу консистенции стула. В этом случае ответы таким образом распределились в группе ТФМ, полностью ответили 47%, частичный ответ 47%, фактически 50 на 50%. Но в группе плацебо полный ответ был зарегистрирован лишь у одного пациента. То есть по РТПХ он ответил, по РТПХ плюс бристольская шкала фактически ответил только один пациент. Клинический ответ как выглядел? Объем стула, если брать две группы, просто ТФМ и плацебо. Объем стула значительно сократился, кратность стула, характеристика стула по бристольской шкале, анорексия, боли в животе. Если добавить сюда еще и бристольскую шкалу, то мы увидим уже три группы. Это полный ответ, частичный ответ и плацебо. Здесь, соответственно, все результаты представлены на графиках. Как же можно посмотреть динамику микробиота? Это результаты ПЦР отдельных групп бактерий. Посмотрите, пожалуйста, как изменяется общая бактериальная масса, это ТФМ. И рядом, соответственно, это первая табличка и плацебо. На втором слайде, соответственно, самый характерный представитель фекальной микробиоты – группа бактероидов. Быстрее изменяется динамика после трансплантации фекальной микробиоты. И так можно, соответственно, проследить каждую группу. То же самое можно сказать по трем группам. Трансплантация фекальной микробиоты – полный ответ, частичный ответ и плацебо. Если все вот эти данные, математические данные перерисовать вот на такую схему, то что у нас получается? Можно зарегистрировать так называемое первичное приживление, которое возникает примерно на восьмой день. Полное приживление можно зарегистрировать на тридцатый день. Если не приживается микробиота после трансплантации фекальной микробиоты, то динамика микробных групп ведет себя так же, как и у пациентов после плацебо. Еще одно исследование, которое вскоре будет опубликовано в журнале CTT, мы исследовали бактероидов. Бактероиды, 99% представленные в стуле – это как раз-таки бактероиды. У людей с полным клиническим ответом, у пациентов с полным клиническим ответом было значительно больше бактероидов. Более того, мы сравнили, существует классический индекс микробного разнообразия фекальной микробиоты – это индекс Шеннона, которым пользуются все. И что мы обнаружили, что индекс Шеннона, который вычисляется математически после 16-ти секвенирования фекальной микробиоты, полностью коррелирует с уровнем бактероидов Fragilis, которые мы определяем по ПЦР. Это фактически уникальное такое наше изобретение, и более того, одобрен Роспатентом, решение о выдаче патента в связи с этим изобретением скоро мы должны получить. Нежелательное явление после ТФМ и плацебо. Гораздо лучший ответ после ТФМ по тошноте, по болям в животе, и самое главное, у этих пациентов после ТФМ меньше развивается порез кишечника. Вот так выглядит фекальная микробиота у здоровых людей. Это доноры, волонтеры. Посмотрите, пожалуйста, серый фон представителей анаэробов, представителей бактероидов. А вот так выглядит фекальная микробиота у наших пациентов перед трансплантацией фекальные микробиоты. В основном фермикуты, энтерококи, лактобактерии, стрептококи. На 30-й день фекальная микробиота смещается, соответственно, видите, тона в сторону бактероидов, в сторону анаэробов, в сторону темных тонов. На 120-й день вообще красивая картинка, почти как здоровые доноры. Более того, мы нашли, какие микробы хорошие, какие микробы плохие. Посмотрите, пожалуйста, представители блаутия. Это замечательные бактерии. Когда развивается РТПХ, блаутия исчезает. Когда развивается РТПХ, бактероиды исчезают. Фекалибактериум проузнится, соответственно, такая же картинка. И, наверное, при РТПХ не очень хорошие микробы. Это лактобактерии, энтерококи, клепсиелы. Более того, мы пошли дальше и исследовали метаболизм. Что происходит при РТПХ? Увеличиваются первичные желчные кислоты в момент развития РТПХ, в момент снижения микробного числа. Уменьшаются вторичные желчные кислоты, которые как раз-таки образуются под действием кишечной микробиоты. Полиненасыщенные жирные кислоты также увеличиваются. И следующее звено, которое нужно исследовать, это, конечно же, иммунология. Полиненасыщенные жирные кислоты подавляют Т-лимфоциты и способствуют активации Б-лимфоцитов. Вот фактически классические картинки. Пробиотики. Хорошо или плохо? Допустим, пациент с РТПХ, мы решили покормить его пробиотиками, которые содержат лактобактерии, и, соответственно, данные секвенирования. Посмотрите, сколько там, более 10-15 видов лактобактерий мы обнаружили. Разумеется, ни о каком лечении РТПХ с использованием вот таких пробиотиков и речи быть не может. Применение в химиотерапии и трансплантации фекальные микробиоты. После применения таргетной терапии ритуксимаба, неволумаба, мы видели таких пациентов, которые очень долго после такой таргетной терапии сохраняются явления колита. Пациент с лимфомой получал ритуксимаб после терапии 2 года стул до 20 раз в сутки. Терапия с сульфасалазином, метронидозолом, ванкомицином фактически без перерыва, без эффекта. Провели трансплантацию фекальные микробиоты. Посмотрите на микробов, каких стало больше, каких стало меньше. Появился новый микроб приватайла и, соответственно, он сохранялся до 120 дня. По клинике также очень хороший полный ответ. Стул 1-2 раза в сутки, прибавил вес и хороший аппетит. У детей проводится или не проводится? Мы начали всю трансплантацию, всю программу трансплантации фекальные микробиоты именно с ребенка. И сейчас у нас много детей, которые прошли эту процедуру. Что лучше, ФГДС или прием капсул? Без сомнения, лучше прием капсул, больше плюсов, нет наркоза, нет инвазивной методики, исключена аспирация, микроаспирация. И этого веса капсул, этого микробного числа абсолютно хватает для приживления микробиоты. Трансплантация фекальные микробиоты в реанимации. Вон, посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Девочка на горшке с плазмоферезом, с зондом и, соответственно, одновременно получает трансплантацию фекальные микробиоты. Еще одно из направлений – это деколонизация. Деколонизация, то есть применение трансплантации фекальные микробиоты в инфектологии. Также, соответственно, мы опубликовали эту работу при критических состояниях у пациентов онкогематологического профиля. И вот так выглядит пару слайдов по деколонизации. Клепсиела различные виды провели трансплантацию фекальные микробиоты. Фактически на 16-й день клепсиела в кишечнике нет. И, уважаемые коллеги, последний слайд. Нужно ли учиться трансплантации фекальные микробиоты? Где это делать? Кто это делает? Да, разумеется, можно вот таким образом, как представлено на Ютубе. Но хотелось бы войти в интернет, набрать в поисковике ТФМ, методология, стандартизация, этика, донорство, обучение, законы. И получить, соответственно, ответы на все вопросы. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое коллегам из всех учреждений, с которыми мы сотрудничаем. Приглашаем к сотрудничеству. Спасибо большое.